В эфире программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Главная тема на сегодня. 400 наблюдателей будут присутствовать на школьных ЕГЭ. Министерстве образования и науки Рязанской области рассказали о готовности к итоговому тестированию. Последний звонок из рязанских школ выпустилось около 5 тысяч 9-11 классников. Сохраняя традиции, в Рязани открылась Всероссийская конференция по возрождению малых исторических городов. В Рязанской области проходит 7-я Всероссийская конференция, посвященная сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений. Целью конференции является выявление положительного опыта в сфере сохранения и возрождения малых исторических городов, которых в нашем краю предостаточно. Впервые конференция, посвященная сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений, состоялась в 2009 году в Старой Ладоге и послужила началом цикла таких мероприятий, которые проводились в Старой Руси, Пскове, Нижнем Новгороде, Торжке, Ярославле, Ростове Великом. В этом году конференцию будут принимать Рязань и Касимов. Она пройдет с 25 по 27 мая. Исторические города и поселения – это особая социальная и культурная ниша, особый жизненный уклад, формирующий определенный менталитет. Самая атмосфера таких мест способствует сохранению исторической памяти, побуждает человека к изучению своих истоков. Мы в Рязанской области прикладываем максимальный усилий для того, чтобы сберечь это бесценное наследие, свидетельство наших предшественников. На участие в конференции подали заявки более 200 специалистов из 35 регионов страны. Это представители министерств и ведомств, администраций субъектов и муниципальных образований, исторических поселений, органов охраны памятников, архитектуры и градостроительства, музеев, заповедников, реставрационных, проектных организаций, профильных учебных заведений и эксперты в области градостроительства. Программа конференции будет включать пленарные заседания, тематические секции, знакомства с достопримечательностями городов Рязани и Касимова. Организаторы конференции уверены, что работа будет плодотворной и поможет выработать новые эффективные подходы к сохранению исторических поселений. 25 мая – Международный день пропавших детей. В России мероприятия, посвященные этому дню, проходят повсеместно, в частности и в нашем регионе. Девятилетний мальчик из Дягилева ушел из дома и не вернулся, а говорят, не в первый раз. К поиску был подключен добровольный отряд. Нашли его через несколько дней на Казанском вокзале в Москве. Оттуда направили в больницу и далее к родителям. Эту историю нам рассказала Екатерина Мухина, уполномоченной по правам ребенка. Она же говорит, что в Рязанской области пропавших детей нет, большинство находится. В нашем регионе на такие события моментально реагируют органы опеки, внутренних дел и следственный комитет. Также большую помощь в поисках оказывают волонтеры. Мы помогаем службам. Есть закон о волонтерстве. Там прописано, что полиция, МЧС имеет возможность использовать помощь волонтеров, добровольцев. Это все урегулировано, никакой платы мы не получаем, никаких официальных организаций у нас нет. Мы просто люди. Мы объединились между собой по каким-то навыкам, каким-то возможностям проходим между собой какое-то обучение. И при необходимости полиция, МЧС используют наши ресурсы для поисков людей. То есть зачастую сами заявки приходят не только от родственников пропавшего, но и от полиции. Как говорят сотрудники добровольного отряда, сегодня очень важно уделять внимание расклейке ориентировок и размещению информации в соцсетях. Для этого требуется наиболее подробный портрет и описание ребенка от родственников. Волонтеры расклеивают объявления и спрашивают прохожих. И здесь важно наше неравнодушие к чужой беде. Дети находятся благодаря одновременным усилиям многих людей. Сегодня будет проведен флешмот на театральной площади в память о пропавших детях. В 21 час у фонтана каждый рязанец сможет поучаствовать в акции «Зажги свечу», организованной волонтерами. Рязанцы зажгут свечи в память о пропавших детях с надеждой, что свет укажет дорогу потерявшимся. Также ожидается акция ОМКЦ. Мы в Рязани собираемся, говорим об этом, фотографии показываем. Люди, проходящие мимо, может быть, кого-то где-то увидят с фотографии и узнают. И в память о них будут пущены в небо белые шары. Кроме того, всем пришедшим раздадут памятки о том, как предотвратить возможную трагедию. Вот некоторые из них. Ребенок должен знать свое имя, возраст и адрес. Во внутреннем кармане одежды всегда должна быть ваша визитка. Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать, постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем случае не будете его ругать. Самое простое правило взрослые помнят еще с детства. Стой, где стоишь. Ему же необходимо научить и вашего ребенка. Так вам будет проще найти друг друга, если вы разменетесь в общественном месте. Обучая ребенка простым правилам с детства, мы сможем предотвратить не одну трагедию. Каждый год в России пропадает около 45 тысяч детей. 90% возвращаются домой. Родители оставшихся 10 будут жить надеждой. Во всех школах города сегодня прозвенел последний звонок. Для выпускников это особенный день. По традиции его считают рубежом, когда заканчивается школьная жизнь и начинается новая. Хотя еще впереди экзамены. Последний звонок – главный праздник выпускников. В рязанских школах сегодня прозвучали последние звонки. Со слезами на глазах и горением в сердцах ребята прощаются с уроками, контрольными и школьными годами. Старшеклассницы с белыми бантами в косах вспоминают себя маленькими девчушками. Вот такими же нарядными когда-то на первом звонке. Это действительно очень радостный и трогательный момент. И для ребят, и для родителей, и для преподавателей. Сегодня ребята услышали много напутственных слов, пожеланий удачи и добрых советов. Кем бы мы ни были, рабочими, служащими, главой города, переступая порог любой школы, мы всегда становимся учениками. Я хочу попросить наших выпускников, чтобы мы всегда помнили свою школу, чтобы мы помнили тех людей, наших учителей, которые не желая ни сил, ни времени отдавали нам с вами частичку души, тепла и тот багаж знаний, которым мы с вами делились 11 лет. Уже не школьники, но еще не студенты. Прекрасное время. Впереди у ребят вся жизнь. Будут и взлеты, будут и падения. Но сегодня их праздник, их день. Отдыхайте, набирайтесь сил перед экзаменами и удачи вам. Затем, как рязанские школьники сдают экзамены, будут следить 400 наблюдателей. В этом году экзамены в регионе сдают 8700 учащихся 9-х и 11-х классов. Первый состоится уже в эту пятницу, 26 мая. Завершатся испытания 30 июня. За это время пройдут экзамены по 13 предметам. Министерство образования и науки Рязанской области рассказали о готовности к итоговому тестированию. Для получения аттестата выпускникам необходимы только результаты двух обязательных экзаменов по русскому языку и по математике. Два экзамена, которые школьники сдают по выбору, пока нужны только для поступления в ВУЗ. Со следующего года эти результаты будут учитываться при получении аттестата. В целом в Рязанской области в государственной итоговой аттестации и сдаче единого государственного экзамена примут более 8700 девятиклассников и более 5150 человек заявились на участие в едином государственном экзамене. Из них 4406 – это выпускники 11 классов текущего года. Второй год математику сдают на двух уровнях – базовый и профильный. Стоит учитывать, что для получения аттестата достаточно набрать 27 баллов на базовом уровне. А вот чтобы поступить в ВУЗ, придется сдавать профильный уровень. Нижний порог по русскому языку установился на отметке 24 балла. В этом году по 7 из 14 предметов будет исключена тестовая часть. То есть это вопросы с выбором ответов. Вы знаете, что основная критика противников единого государственного экзамена была связана именно с этой частью контрольно-измерительных материалов. Всего ЕГЭ сдается по 14 предметам. В Рязанской области выбрано 13 предметов. Никто из выпускников не остановил свой выбор на испанском языке. При этом тем, кто сдает другие иностранные языки, предоставлена возможность сдавать или не сдавать устную часть. Самым популярным по выбору в этом году экзаменом стало общество знания. В настоящее время в области проведена вся подготовительная работа для обеспечения проведения единого государственного экзамена. Вы знаете, что при правительстве Рязанской области создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители центральных органов исполнительной власти, федеральных управлений МВД, МЧС, которые обеспечивают порядок при проведении единого государственного экзамена. Все пункты оборудованы системой видеонаблюдения. В режиме онлайн за детьми смогут наблюдать родители на протяжении всего экзамена. Камеры покажут и то, как будут печатать бланки тестов. В этом году впервые это произойдет прямо перед экзаменом в присутствии школьников. В эксперименте пока участвуют пять рязанских пунктов. Очевидно, что с каждым годом система все надежнее защищает от списывания. В Рязанской областной думе состоялось заседание, на котором депутаты приняли ряд законов. Одна из тем касалась внесения изменений в региональный бюджет текущего года. Подробнее в материале Анны Герцовской. Поправки в бюджет текущего года увеличивают доходную и расходную части на дополнительно поступающие из федерального бюджета целевые средства в размере 1 миллиарда 873 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на дорожное хозяйство – 1 миллиард 280 миллионов рублей. 300 миллионов рублей выделены на ремонт улично-дорожной сети города Рязани. Оставшаяся часть дополнительно к имеющимся средствам будет направлена на дороги регионального и поселкового значения. «Россия» ставит перед собой задачей две составляющие. Первая – это максимально быстро довести эти суммы до муниципальных образований, чтобы они начали работать на осуществление тех планов по ремонту дорожного хозяйства. И вторую задачу – это максимальный контроль. У нас много муниципальных депутатов, у нас много региональных депутатов, в конце концов много активных жителей на местах, для того, чтобы мы максимально эффективно использовали эти средства и максимально проконтролировали качество выполнения этой работы. Кроме дорог, федеральные средства пойдут на развитие физической культуры и спорта, поддержку организации агропромышленного комплекса, единовременные компенсационные выплаты медикам и другие важные цели. 250 миллионов рублей выделено по программе развития здравоохранения на строительство нового корпуса больницы имени Симашко. Кроме того, в первом чтении был утвержден еще один законопроект об отдельных вопросах организации и осуществлении общественного контроля в Рязанской области. Я хотела бы отметить, что в обсуждении концепции законопроекта принимали участие члены Общественной палаты Рязанской области Российская Федерация, уполномоченные по правам человека и ребенка в защите прав предпринимателей, представители общественных объединений организации, ряд предложений которых и замечаний были учтены при разработке законопроекта. Было также изучено законодательство субъектов Российской Федерации, принявших аналогичные законы. Учтены замечания и предложения прокуратуры Рязанской области членов комиссии по законопроектной деятельности при губернаторе Рязанской области, высказанной при обсуждении законопроекта. В региональных нормах определены субъекты и объекты общественного контроля в Рязанской области, установлен порядок проведения общественного контроля в форме общественной экспертизы, общественных обсуждений и публичных слушаний. Установлен порядок создания общественных советов при органах государственной власти региона, общественных инспекций и групп общественного контроля. Прописан порядок учета предложений, содержащихся в итоговых документах по результатам проведения общественного контроля. Поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься Комитетом по вопросам государственного устройства и местного самоуправления до 10 июня 2016 года. Документ имеет большую общественную значимость и в ходе подготовки ко второму чтению решено обсудить его более широко на площадке Рязанской областной думы с представителями общественности. Дорожникам следует отказаться от ямочного ремонта дорог. Более того, необходимо оформить законодательно запрет на такого рода ремонт, говорится на официальном сайте сенатора Елены Мазуриной. По мнению законодателя, это деньги, выброшенные в трубу. Единственные выигравшие в этой ситуации чиновники, для которых ямочный ремонт дорог остается громадным искушением, быстро заделал яму и отчитался о проделанной работе. Ведь всем давно известно, что метод ямочного ремонта является устаревшим, некачественным и совершенно неэффективным. Ямочный ремонт после зимы стал неким спасительным кругом для рязанских городоуправленцев. Экономит ли это бюджетные средства – большой вопрос. Но, видимо, руководству Рязани кажется, что проще залепить надоевшие ямы местами, нежели обновить дорожное полотно, которое скорее прослужит дольше, нежели асфальтобетонные лепешки. Ямочный ремонт себя оправдывает, если на 100 квадратных метров одна яма, а не так, как у нас. Наши дороги – это латка на латке. Латание выбоин еще больше разрушает дорожное полотно. Все ямы, которые заделали в прошлом году, в этом стали еще больше. Полуметровые выбоины превратились в полутораметровые. К тому же намного дешевле ремонтировать дороги полностью, снимая верхний слой асфальта. Кстати, 24 мая состоялось заседание Рязанской областной думы. Депутаты вынесли изменения в бюджет региона на текущий год. Доходы и расходы областной казны в соответствии с корректировками увеличены на 1 миллиард 722 миллиона рублей. Большая часть этих средств, а именно 1 миллиард 280 миллионов, будет направлена на дорожное хозяйство области. 550 миллионов из этой суммы составили средства от Платона. Также выросли поступления в Дорожный фонд региона от повышения акцизов. Средства должны пойти на приведение в нормативное состояние дорог областного центра и трассы внутри областного и местного значения. 300 миллионов рублей из этих средств будет направлено на город Рязань. Остальные – на дороги регионального и муниципального значения. Список объектов для ремонта планируется опубликовать в ближайшее время. В любом случае автомобилистам остается только ждать, когда же озвученные планы будут приведены в исполнении. После заседания Рязанской областной думы состоялся правительственный час, в ходе которого депутаты обсудили вопросы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за период прошлого и текущего года. Во время заседания депутаты обратили большое внимание на то, что нужно сделать для того, чтобы программа капитального ремонта работала в нашем регионе более эффективно. А вопросы с гражданами решались оперативнее. У нас есть комиссия по ЖКХ, которая при президиуме полицовета партии «Единая Россия». Мы регулярно проводим работу в рамках этой комиссии, ежемесячно на комиссию приглашаем тех, кто обращается к нам с заявлением. Сейчас мы создадим еще и рабочую группу при вот этой вот комиссии, которая будет заниматься текущим контролем проведения капитального ремонта по всем округам Рязанской области. Кроме того, за всеми депутатами закрепляется контроль по проведению капитального ремонта по всем районам области. Так лучше смогут решаться вопросы собственников и жильцов. Одной из основных проблем людей, с которой они обращаются к депутатам по вопросам капитального ремонта, остаются проблемы с кровлей жилых домов. И в последнее время, благодаря развитию программы, удается решить эту проблему более эффективно. Те дома, которые мы завершаем по ремонту, особенно кровель, где годами люди страдали от того, чтобы их постоянно заливали, а когда мы сейчас устраиваем кровлю, а при этом кровлю устраиваем с дополнительным слоем теплоизоляции, уходим от этих бесконечных сосулек, плюс еще уходим от бесконечных вот этих проливов, жильцы, конечно, радуются этому. Все-таки 15-й год, он непоказательный. Сегодня тоже прозвучало, что очень мало было подрядчиков на 15-й год. В 16-м тоже сегодня уже здесь прозвучало, что на каждый подряд уже по 2-3 подрядчика заявляются, и уже более серьезные подрядные организации участвуют во всем этом. Ну и мы уже видим, что качество работ, конечно, резко, так сказать, по качеству увеличилось. В нашем регионе остаются и те дома, жильцы, которых до сих пор не дали согласия на выполнение программы капитального ремонта. Таким образом затягивается принятие всех остальных документов на проведение конкурсных отборов по выполнению работ. На эти и другие проблемы также обратили внимание депутаты. И для того, чтобы программа капитального ремонта работала более эффективно, эти вопросы должны быть вскоре решены. Это все темы на сегодня. Сразу после новостного выпуска смотрите программу подробностей. Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.тв. Будьте с нами, а мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс Дядькова. Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова – надежное качество по доступной цене. Звони 99-77-22. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok